Дорогие друзья Горячий кран и я слышу, я слышу голос. Наташ, перестань открывать горячий кран первым. Я остановилась и начала думать. Очень даже логично. Первое, что мне пришло в голову, это то, что от горячей воды все дрявнет, все приходит скорее в негодность, расползается и так далее. То есть морщины у нас появляются, особенно руки всегда женщины выдают возраст. А женщины выдают. Это первое, что я услышала. Перестань открывать горячую воду. Первой. Открывай холодную. Ты в душе моешься, понятно. Ты сделаешь теплую водичку. Голову моешь, погорячее сделаешь. Но руки же можно помыть и лицо можно помыть холодной водой. Почему ты не моешь только холодной водой? Я тут же выключила горячий кран, открыла холодную и сделала так, как мне сказано. И записала себе дневник. Наташа, приучи себя открывать сначала только холодную воду. Но если сильно уж там занемеет, естественно, добавишь чуть-чуть горячей. То есть я теперь поставила себе цель. Открывать воду только, в первую очередь, холодный кран. Но мы же как, у нас же рука-то тянется, мы же привыкаем. У нас прямо вот моторика, да, нам надо вот взять вот это, нам надо тут крутануть. Мы привыкаем, где у кого еще какой кран находится. У некоторых справа, у некоторых слева. Как поставили сантехники, бывает и красный, синий поменяли. И потом, значит, мы начинаем. Но все равно привыкаем. Со временем все привыкаем. Второе, что я подумала, чисто по логике. У нас, я не знаю, бывает ли у вас такое, но у нас бывает такое. Часто бывает, когда я открываю горячий кран, оттуда кипяток. И прямо вот можно ошпариться. То есть второй аспект. Логично? Логично. То есть открывать, я не знаю, может быть, вы открываете, и молодцы, вы открываете первой холодную воду. А я всегда горячую. Всегда открывала горячий кран. Везде. Хоть на кухне, хоть в ванне, хоть где. Горячий кран. Все, с сегодняшнего дня я себе поставила. Наташа, открываешь только холодный кран. Потом уже делаешь, что тебе надо. Все, реплика закончена. Вам всем чудесного дня. Благослови вас Господь. А я сейчас еще одно расскажу, пока сижу, пока у меня есть время. До встречи.